приветствую ребят сегодня я хочу рассказать про самую распространенную болезнь а у бегунов и велосипедистов это колено бегуна который я столкнулся буквально несколько месяцев назад и и вылечил и хочу рассказать как я это сделал соответственно может кому то это и поможет для любителей быстрых роликов могу сказать что вы делаете специальные беговые упражнения для укрепления этой мышцы не с внешней стороны бедра который располагается а потом конце тренировки прокатывайте валиков больной тракт и соответственно потом делайте растяжку все в принципе для тех кто любит подлиннее ролики я вам расскажу с чего это началось и как с этим бороться чего еще происходит или тебя не синдром в первую очередь из-за неправильной техники бега я смотрел на фотографиях там когда участвуешь соревнований очень много фотографов не обязательно их покупать они там на всех этих фото ресурсах присутствуют фотографии вы можете просто посмотреть и там видно зависимости от дистанции от участков насколько теряется ваша техника у меня было видно я разбрасываю ноги по чаплинской вот и это очень вредно потому что вот этот ильтибиальный синдром отвечает за отведение ноги в сторону это одно из упражнений которые вы увидите чуть позже это упражнение отвечает вот отведение ноги в сторону и соответственно если вы бегаете вот так вот соответственно уже идет неправильно происходит излишнее напряжение этой мышцы и она начинает стягиваться наоборот поэтому следите за техникой внимательно чтобы не было но главное условие чтобы коленки всегда смотрели вперед потому что не у всех людей кости ровные иногда и бывают небольшие скручивания спиральки поэтому коленки и носки идеально должны смотреть время вперед но если но если кости немножко неровные соответственно следите за тем чтобы коленки всегда находились вперед не обязательно даже носки первую очередь должны быть коленки направлены строго вперед и перпендикул параллельно друг друге так ну в начале бегового сезона в конце апреля у меня был первый марафон я решил в этом году не бегать полу марафона еще меньше дистанция что-то неинтересно не интересно длинные трейлы ультра марафоны поэтому я выбрал себе в 30 апреля или когда-то мне помню уже астрономический марафон под серпуховом пробежал его но на 30-м километре у меня на изобилие с ноги это недостаток того что я никак не делал длительные тренировки межсезонье мышцы не приспособлен длительным таким нагрузкам и на этой фоне я не почувствовал как у меня заболел strictly с лишней стороны время почувствовал но не придал этому значению причем она у меня начало заболевать когда я переходил на шаг наоборот все процесс не во время когда бежал почувствовала боль а когда была забитых ног я переходил на шаг у меня тут же вступала коленка с внешней стороны вот в это место ну думаю ладно даже не придал этом значение думаю это все через две недели у меня был волгоградский марафон там ровная местность я думал покажу лучший результат но бежал хорошо на тридцать седьмом километре резкая боль в коленке с внешней стороны мне пришлось остановиться и несколько километров просто идти я не знал с этим делать никогда с этим не сталкивался поэтому даже одно время был испугался ну ёбаё думаю что это такое и вот после этого я серьезно озадачился обратился к информационным источником узнал что это колено бегуна и соответственно уже элитебиальный синдром развился и соответственно смотрю посмотрю какие методы лечения и думаю за три месяца и вылечу просто через три месяца у меня был казанский марафон но не так все просто оказалось недостаточно серьезная подошел к этому все-таки на тридцать седьмом километре что там пять километров заковалять думаю три недели будет нормально для восстановления а нет уже на шестом километре на казанском марафоне я почувствовал как у меня там боль в колене нарастает и соответственно как только я превышал порог в 11 километров в час но это где-то примерно три половиной минуты на километр то сразу отдавалось коленки и соответственно боялся не закончить дистанцию тем более в самом начале уже там на сочетание на 16 километре такой казус произошел поэтому я уже пробежал его в таком неспешном темпе и решил серьезно заняться первую очередь конечно это специально беговое упражнение или тибиальный тракт расположен внешней стороны бедра начинается он крепится отсюда с этого места где-то приблизительно и поднимается с внешней стороны бедра и крепится уже одной частью четырехглавый основной частью и к ягодичной мышцы ягодичной мышцы обычных никто не закачивает они ослабляются или тибиальный тракт натягивается уже нет таких пружин ягодичная мышца не держит и соответственно через какое-то время происходит перетирание мышцы этой коленочашечки ну где-то так кто хочет поподробнее узнать все это есть в интернете это все можно узнать так вот после казанского марафона я решил через две недели у меня был хотел в переславе залезка пойти побегать но решил серьезно подойти к этому вопросу потому что все с каждым разом все усугублялось усугублялось и решил пропустить этот забег и лучше подготовиться трейли калуге там пятьдесят пять километров дистанция через месяц и соответственно за этот период я практически каждый день купил себе валик в диколтоне лежал прокатывал его потом растяжку делал но это все делаешь уже после того как проведешь либо тренировку по бегу там и либо делаешь специальные беговые упражнения после этого необходимо покататься на валики как следует раскатать все мышцы чтобы они расслабились того что во время бега тракт начинает сужаться стягиваться не хватает растяжки и соответственно уже он трется об коленку ну и в конце в самом после того как происходит прокатка намного легче уже делать растяжку потому что мышцы уже размятые мягкие и легко происходит растяжка не в зале я делал растяжку и дома перед сном после этого прекрасно пробежал трейл ну как прекрасно там результат это уже второе значение для меня первое то что что коленку я уже практически не чувствовал и здесь вот после трейла я через неделю уехал доминикану и уже непосредственно здесь каждый день каждое утро я бегаю там от 11 километров самый длинный мне 27 был я не чувствую и отлично решил по этому поводу записать ролик далее я вам покажу в какие беговые упражнения я делал упражнения на растяжку ну и соответственно как я прокатываюсь на валике все а в конце уже с вами подведем итоги и так специально беговое упражнение я делаю после окончания беговой тренировки и конечно можно лучше производить даже другой день но особо времени позволяет мне это сделать и одну из первых которые хорошо качает внешнюю сторону бедра и том числе ягодичную мышцу нам необходимо это разведение ног сидя в тренажере не положить молодо все очень просто двадцать тридцать раз важно чувствовать как работает ягодичная мышца и в том числе есть или тебе они тракт ну и соответственно немножко и 4 главы мышцы бедра захватывается к альтернативу этому упражнению прозвучить позже переходим на следующие упражнения на кайсу первое что я делаю движение ногой вперед есть идет как бы имитация бега тоже 20-30 раз 45 подходов задержали и стоим стопа не надо чтобы быть расслаблена также беги она должна быть напряжена немножко не болтаться как это это же ногой сразу же я пихожу на заднюю часть первом упражнение мы качали переднюю часть бедра здесь хорошо прокачивается бицепс бедра и в том числе ягодичную мышцу я его всегда считал женским упражнением но стал его делать если у нас тоже идет имитация где как будто вы отталкивайтесь поверхности и непосредственно на боковую отведение 100 ги в сторону чувствую как напрягается есть или терапевтибиальный тракт тоже самую и на другую ногу вперед назад ну и бог 10 итак хорошая альтернатива кроссоверу и тренажеру на разведение ног сидя является резиночка я свою заказывал резиночку китая там она стоит порядка 100 рублей но увидел в декатлоне резиночки по 300 рублей три штучки разные с разным усилием вы просто надеваете на ноги и начинаете имитировать бег вперед нога вас не просто вот так вот идет вперед а так как будто она вас бежит движение начинается как бы от коленки хорошо закачивается квадрицепс можно делать 20-30 раз можно принимать применять не только динамику и статику выставили угол зафиксировали и держим носок не болтается также как при беге он должен у вас быть немножко подтянут то же самое и назад назад у нас идет движение одно работает бицепс бедра назад мы как бы отталкиваемся от поверхности тоже зафиксировали постояли 15-20 секунд отдохнулись и также на переднюю ой на другую ногу возврат осуществляется на исходную позицию зафиксировали на заднюю часть бедра в ней можно еще крутить велосипед например но здесь не очень удобно и и резинка особо не позволит сделать надо немножко другую резиночку так и на отведение как раз или тебе альный тракт и работают на отведение ноги в сторону вот вы чувствуете как он напрягается по всей поверхности бедра она даже мне кажется лучше прорабатывать нежели сидя в тренажере разведение коленок стороны есть не позволит пальма позволит и так три четыре пять подходов на каждую ногу это считаю вас будут супер серии вперед назад бог после специальных беговых упражнений мы с вами переходим на валик начиная будем раскатывать мышцы ног а уж потом делать растяжку поехали дальше еще одно упражнение укрепляющие не только я тебе они 40 все длинностопные мышцы хорошо мелкие суставчики сухожилия где-то порядка минуты нахожусь в каком состоянии посмотрели по числу его там часы тут статическая можно со штанга но я здесь заодно еще и переднюю дельту укрепляю ну и по динамике по 20 раз чем глубже сядете тем больше будут задействованы еще и ягодичные мышцы для укрепления которые тоже необходима вот так он духе пойдем дальше так заключение специальных беговых упражнений я держу всевозможные планки этой части мы укрепляем всю нижнюю поверхность пресс и четырехголовые мышцы бедра тоже я стою там но две минуты там потом в втором подходе полторы там в третий в три но зависимости от томаса далее мы стоим налево направо без разницы танка чтобы быть к вам идет нагрузку же всю нижнюю поверхность тела также немаловажно делать обратную планку вот здесь вы почувствуете всю спину икроножные ягодичные держим либо по времени либо столько сколько можем засекаем сколько мы можем если еще раз делаем на 5 секунд дольше все сделали мы упражнение укрепили мышцы ног хотя упражнения массово это я вам только показал те упражнения которые именно для укрепления и тебя лентакта чтобы не болела колено бегуна ну что существует специально для упражнения которые дают нам технику правильную постановку стопы и правильную постановку рук как правильно бежать ног выносливость развития очень много так ну а теперь как мы сделали переходим на валик и так после того что как мы сделали специально беговое упражнение перед растяжкой нам нужно будет прокатать валик это будет самый массаж я вам покажу как я катаю литебиальный тракт ну какой смысл катать один литебиальный тракт я катаю все все вместе не только его но и все ноги иногда даже и спину если там время остается ничего сложного все очень просто ложимся на бок катать мы будем начиная чуть ниже бедренной кости и до колена уже ниже не надо располагаем валик кому как удобно кому много удобно вперед держать а кто ее делает и назад но назад мне кажется неправильно потому что когда нога идет вперед вы более боком катаете вы должны ощущать боль иногда я катаю в начале верхнюю часть где-то или на счет там неспешный на 20 потом опуская чуть ниже катаю нижнюю часть или если позволяет время то в течение минуты смотрю на часы либо все полностью но все полностью приходится ноги длинные сейчас может и не получится потому что он начинает закусывать у у меня штанину как только вы освоитесь можете непосредственно и ноги поставить это так сложнее больнее вы можете чувствовать сгустки боли такие прям шарики которые вы должны раскатать как следует все закончил я экстрактом больше всего время на него уходит дальше я уже просто раскатывают валик узкий штаны не предназначены для раскатывания катаем уже непосредственно четырехголовую мышцу сразу же отсюда я перехожу на переднюю часть голени это снимает порядка получаса но зато заодно еще какое-то время вы находитесь в планке и перехожу на икроножную если я чувствую что это нелегко ставлю одну ногу на другую и продолжаю раскатывать здесь можно варьировать влево вправо считается что если вы катаете вдоль вы мышцу расставляете если будете катать поперек ролика вы наоборот ее сужаете закрепощаете но не как-то хорошо в это не верится ну и биться за бедра ролик фитнесе мягкий у меня дома пожестче и как он не брал ну и ягодичная мышца конечно вы что но держу параллельно друг друга перекатываюсь затем ставлю одну на другую та которая прямая у нее уходится нагрузку то душе прямая правая нога закатываю на правой ягодичке левая левой ну вот и все ну еще для общего развития и но она не относится к идеальному тракту но все оно приятно опускаемся до конца нижних вот и все на этом с валика мы заканчиваем и переходим с вами на стрейч итак с вами сделали специальные беговые упражнения потренировали руки ноги сделали валик и после валика мы уже можем смело переходить растяжки что многие уже размятые можно смело работать над или тибиальным трактом я эти упражнения смотрел на зарубежных интернет-ресурсах какие-то мне понравились какие-то нет какие-то я не понимаю как например первые вы но на всякий случай им его показываю а вы там дальше сами решать надо вам от садимся ровно кости тазовы на должны быть параллельно друг другу стараемся уложить ноги на пол почувствуйте как внешняя часть напрягается для усиления еще можем делать небольшое скручивание все упражнения выполняем не менее чем 40 секунд как обычно ученые посмотрели замерили и засекли что мышцы начинают расслабляться только через 40 секунд после того как их напрягли поэтому 20-30 есть какие-то есть на коврике на этом 20-30 секунде это все ерунда а еще лучше чем больше тем лучше можете делать попеременно можете делать одновременно на разно именные ноги здесь у меня уже растянуто я чувствую эта нога уже так не опускается чувствую что это косточка выше чем-то и сильнее ощущается это упражнение и мы стараемся не искривлять держать ровно теперь разомнем ягодичные мышцы выжимаете коленку к себе должны почувствовать как вас напрягаются ягодичные мышцы и со второй ногой тоже самое должны напрягаться ягодичные мышцы далее укладываем ногу по себе дальше чувствуется прям внешняя поверхность бедра нижней ноги то же самое проделаем за второй набор не совсем понятно мне вот это упражнение которое исполняется стараемся положить нижнюю ногу вниз для усиления можем еще поработать на растяжку плеч берем замочек меняем ноги и меняем руки в этом упражнении я ноги особо не чувствую поэтому перейдем к моему любимому упражнению ложимся прижимаем пятку к ягодице а сверху для усиления кладем вторую ногу и это упражнение люблю делать дома на кровати на диване этого часть стопы где окно прижимается у меня дивану и так просто лежишь что-то телек смотришь это самое эффективное упражнение я лучше чувствую внешнюю сторону бедра так можно находиться долго ладно делаю еще на другую ногу и хватит вот после этого у меня обычно заканчивается полностью тренировка да ребят еще забыла рассказать еще один из методов и профилактики лечения этого ильтибиального тракта это кенезиотейпирование это такой метод который помогает мышцы он наклеивается на больное место и около около него и соответственно снимает нагрузку с этого тракта я вот наклеил в этот раз немножко по другому потому что прошлый раз я клеил отсюда и сюда икорек навешивал мне сегодня наклеили вот по такой схеме и вот здесь вот он заканчивается пингвинчики я его наклеил на клей на казанский но все равно я чувствую боль но уже когда наклеил на трейл 56 километров уже который пробежал я уже его не чувствовал так что можете смело использовать он еще приподнимает кожу там ночам хорошо работает мне не нравится я буду периодически клеить там нос стоит от 400 до если у питона брать там по 2000 можно золотой нитью взять это на разный вкус и кошелек да для профилактики тем более мне сами наклеили а так и он легко клеится сам без без натяжения у меня то не сама его клеит и показал как какое хочу и все и она сама наклеила ну и заодно наклеил себе на на спину такой тип он идет от сутулости потому что большие дистанции тем более когда большая мышечная масса большой грудная клетка там сейчас уже конечно поменьше сейчас уровне 100 120 с лишним сейчас уже 115 117 но все равно через 30 40 километров уже сутулишься начинаешь и все сдавливается грудь соответственно бежать очень сложно поэтому я тоже его клею от сутулости это можно клеить от нуля людям там который тем более в наш век который любит вот гаджетами вот так вот смотреть все наклоняются смотрят и все и со временем плохая привычка вырабатывается что отражается потом на здоровье дальнейшем этим способом я первый раз клею обычно я клеил бабочку себе там когда по спине и на ромбовидные мышцы наверх и на низ нужно на точке трапециевидных мышц я клеил посмотрим как эти будут работать так ну все все дальше дальше побежали все зарегились нас ждет грудь 2018 ну все ребят вот вы посмотрели краткий курс моего восстановления принципе ничего сложного не так много времени занимает все это дело каждый способен не надо пугаться этого процесса все это происходит быстро и легко за месяц полтора можно восстановиться и уже к этому никогда не возвращаться а на этом я с вами прощаюсь пальмы какие-то разбросы всего хорошего занимайтесь спортом и филонте всем удачи всем счастливо новых побед и достижений удачи всем счастливо и а на этом я сделаю все это дело вот так вот в сфере в сфере и и и и и и